Сначала шли на ёлку, где папа служит, там ёлка была прямо на самого потолка, и там были такие куклы из такого ящика лисиц и зайцев. Одному мальчику не хватило мешочков с конфетами, и они там стали плакать, потом там другие ребёнки стали плакать, а я ничего не плакала, ничего не плакала, прямо только мне так скучно стало, прямо как будто бы когда я ложусь спать. Я стал думать, я думать стал разные, всякие другие вещи, например, вот из чего у правдочных настоящих собак носы сделанная. Мы всё-таки же из кожи лежали с клеёнки. А если же из кожи, почему же такие блестящие, если из клеёнки, почему же такие шуршавые? И мама мне сказала, чтобы я а то не утомлялся, что ж ты, а то мы пойдём на ёлку, где мама служит. Там ёлка была прямо даже повыше, чем где папа служит, а дед Мороз пониже, чем папа служит. Там мы были, там прямо всё время ходили вокруг ёлки, там один дядька чё-то всё время пел хором. Я прямо взял самки, прямо раз как пошёл кататься на горку, да как пошёл кататься на горку, а потом вечером опять пришло сюда на ёлку идти. Я там ничего не плакала, что ли я, или потом всё время, уж всё время я плакала, да плакала, и мама сказала, что я совсем больше никуда не пойду, никуда не пойду. И я прямо взял самки и пошёл кататься, и катался, и катался, и прямо только я раскатался, вдруг ни сего ниоткуда, прямо раз приходят из управдома, говорят, давайте одевайте вашего ребёнка на ёлку. А мама говорит, нет, не дам. Они говорят, что вы, гражданка, что-либо, как будто бы, вы не понимаете, у нас и так все деньги затраченные, ёлка стоит, стоит как дура, а детей нету. А мама же всё-таки же за меня защитилась, и меня не отпустила, потому что я ещё маленький, нельзя допускать такую перенагрузку на моём ещё неокрепшем организме. Аплодисменты.